К теме образования. Тверские школьники получили возможность задать 100 вопросов единственному в нашем регионе народному учителю России Андрею Мишину. Что интересует современную молодёжь? Какие вопросы были самыми каверзными? Об этом рассказывает наш корреспондент. В зале Кванториума собрались школьники со всего города, из разных школ и разных возрастов. Ребята основательно подготовились к встрече с народным учителем России Андреем Мишиным. Вопрос, чему бы учитель хотел научить своих учеников в жизни и что бы он хотел изменить в современных метрах преподавания. Я задам вопрос о том, что следует сделать нам, подрастающему поколению, для улучшения образования в стране. Вопрос, который я бы хотела задать больше всего, это что бы вы посоветовали молодому поколению и какую бы книгу вы посоветовали. Начальник управления образования и администрации Твери Наталья Жуковская подчеркнула важность таких непосредственных встреч вне школы и без строгого формата. Чтобы было понимание, всего в нашей стране 92 человека имеют подобное звание. Мы гордимся и думаю, что сегодня нашим ученикам предоставляется уникальная возможность, и они получат ответы на те вопросы, которые их действительно волнуют. Для самого народного учителя такой формат мероприятия стал необычным и даже волнительным. Я поставлю на ситуацию вот такого реального вызова. Представляете, дети идут на экзамен, они же всегда переживают. Сколько бы мы ни говорили, ни настраивали их, они всегда будут переживать и волноваться. Но вот сегодня фактически я должен вспомнить свою молодость и сдать экзамен, сдать ученикам. Ребята задавали вопросы про выбор профессии, про трудности педагогического труда и способы их преодоления. О первых страхах, о воспитании. Народный учитель охотно с интересными примерами из собственной жизни отвечал на вопросы ребят. Делился секретами профессии и не только. Я хочу задать вопрос. Вы нас учите всеми уроками. А чего вы не знаете? Мы всегда учимся. У нас есть такое выражение в английском. Турзаврин фирмайф. Обучаться на протяжении всей своей жизни. Поэтому по-менее я тоже еще очень многое чего не знаю. И знаете, за что я благодарен ребятам? Что они помогают мне часто сделать эти открытия. Сами ребята остались под приятным впечатлением от мероприятия. Школьникам и учителям очень полезны такие встречи. Детям почувствовать себя взрослыми, значимыми. А педагогам помочь им понять, что учителя не инопланетяне, а обычные земляне. Доступные, вечно молодые, креативные, с прекрасным чувством юмора. Но при этом, безусловно, несущие серьезную ответственность за будущее. Которое, как известно, в детях.